Далеко не все ученики 20-й Брестской школы, вероятно, знают о том, какие изменения переживает их учебное заведение. А масштаб преобразований существенный – столовая и пищеблок на капитальном ремонте. Сегодня он в самом разгаре, и понять, какими будут обновленные помещения, пока сложно. Однако строители обещают выполнить работу качественно и в срок. Здесь начали мы практически строительные работы 30 июня. За месяц сделана коробка пристройки, отделочные работы процентов 30, утепление фасада процентов 30 по существующему проекту. Ну и срок нам поставлен 25 августа, закончить эти чисто строительные монтажные работы. Пищеблок и столовая – крупное, но не единственное преобразование. Кабинеты, коридоры и подсобные помещения 20-ки также в процессе усовершенствования. Не забывают здесь и о пришкольной территории. К слову, ее красочность, обилие зелени, а также продуманность форм и линий помогли школе стать лидером среди учреждений социальной сферы в части благоустройства на недавно прошедшем фестивале-конкурсе цветов «Краски Бреста». Работа на пришкольном участке начинается с самой ранней весны и до глубокой осени. Мы приобретаем семена, мы сами выращиваем рассаду, мы высаживаем ее в грунт. Причем каждый цветочек, за которым ухаживаем, лелеем, холим, поэтому и вот такое цветение формируется постоянно. Апгрейд переживает и школа номер 9. Обновлены коридоры и рекреации. В состоянии готовности приведены все кабинеты. В некоторых ремонт был капитальным, но большинству требовался лишь косметический. Помещение для спорта, большой зал и зал сухого плавания в процессе модернизации. Немалый объем работ по подготовке школы уже проведен, однако еще есть моменты, которые требуют внимания. Некоторые решить одномоментно не получится, но ни на безопасность детей, ни на процесс обучения это влияние не окажет. Я знаю все проблемы, которые есть в школе. Например, вентиляторная установка требуется ремонт. Для этого необходимо изготовить проект, по которому должен быть проведен ремонт вентиляционной системы. Естественно, по работе бойлерной бассейна также оборудование заказано в августе месяце. Это оборудование будет уже установлено недостающее, но в целом и бассейн, и спортзалы уже готовы к началу учебного года. Высокий процент готовности у первой Брестской гимназии. Наведен порядок в кабинетах, обновлены стены и потолки коридоров. Сразу несколько учебных классов на более глубокой модернизации. Один из кабинетов в химии ремонтируется по государственному проекту. Помимо условий для обучения, здесь большое внимание уделяют и его помощникам, техническим средствам и литературе. Их список пополняется и обновляется ежегодно. Конечно, хочется, чтобы и дети, и родители 1 сентября пришли, и что-то новое, светлое, чистое, чтобы радовало душу. Потому что все-таки мы считаем, и так оно и есть, и для учителей, и для администрации, и для детей, и родителей. Школа – это второй дом. И хочется, чтобы в этом доме было все хорошо, было уютно, было тепло, чтобы приятно было сюда заходить и гостям, и тем, кто здесь работает. К слову, учебный процесс в гимназии продолжается и летом. Занимаются олимпиадники. Каникулы – не помеха. Недавно один из учеников, Антон Засимук, привез серебро по географии с международных стартов. Подводя итог, можно смело сказать, процесс подготовки учебных заведений идет полным ходом. Специалисты прилагают максимум усилий, чтобы очередной школьный год для ребят стал безопасным, интересным и максимально продуктивным. Хочу сказать, что подготовка к началу учебного года началась уже сразу после нового года, где-то в январе месяце. Потому что, как только сошел снег, первое, что мы сделали, мы комплексно обследовали все кровли учреждений образования. У нас сегодня 51, 49, которые находятся на балансе отдела образования, и два учреждения образования, которые принадлежат Брест-газоаппарату. Поэтому первое, что мы сделали, обследовали все кровли. На сегодняшний день из обследованных кровель 17, это в стопроцентном объеме, уже отремонтированы, 17 учреждений образования. Далее наши подходы, они всегда были традиционны, в этом и остались. Мы ремонтируем и по капитальному ремонту, как правило, заказчиком последние три года выступает УКС, города Бреста, и по текущему ремонту. Так называемая приемка учебных заведений уже началась. Большинство паспортов готовности должны быть получены к середине августа. Анастасия Стропко, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Продолжение следует...